Эта ситуация, знаете, напоминает мне историю середины 19 века, Крымская война. Помните, с чего начиналась? Крымская война начиналась с того, что Николай, первый российский император, хотел решить так называемый восточный вопрос. А именно, ослабшая тогда Турция, Османская империя, которая владела обширными территориями на юге Европы, на Балканах, начинала потихонечку трещать по швам, разваливаться, все менее и менее контролировала свои территории. На это еще наложился конфликт вокруг христианских святынь в Палестине, потому что в тот момент Россия стала проводить очень агрессивную миссионерскую деятельность именно в Иерусалиме, в окрестностях Иерусалима, на всех объектах паломничества, в Вифлееме, в Иерусалиме, в некоторых других местах. И кончилось это тем, что стали возникать конфликты между различными конфессиями. И, собственно говоря, Россия потребовала Турции, чтобы были обеспечены некие преимущественные права русской православной церкви и других православных церквей. А Франция по этому поводу возмутилась и потребовала того, чтобы права католиков тоже были соответствующим образом защищены. И кончилось это тем, что, к удивлению для Николая Первого, Англия и Франция, европейские христианские державы выступили на стороне Турции в ее защиту. И вместе с Турцией, а также с Сардинским королевством, начали войну против России. Интересная проекция на сегодняшний день. Нет, ну и в результате эта война была с треском проиграна. Несмотря на то, что в начале было Синопское сражение, кстати, последнее в истории сражение парусных флотов, когда действительно русская эскадра наголову разбила весь турецкий флот в Синопской бухте. И был бешеный восторг. В западную историографию это сражение вошло как синопская резня. И, собственно, вот после этого началась полномасштабная война Англии, Франции, Сардинского королевства и Турции против России, которая закончилась поражением, закончилась сдачей Севастополя, затоплением флота всего российского, унизительным для России миром, в результате которого Россия потеряла возможность иметь на Черном море на долгие годы военный флот. Ну, не будем в эту... И, собственно говоря, Николай от всех этих бед, которые обрушились на его голову, от этого поражения, от всех этих военных неудач, занемог, слег и просто-таки умер. Ну, может быть, и с Путиным так случится.